Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рада вас приветствовать! У меня сегодня вот такой суперский обед. Это квашеная капусточка домашнего приготовления с маслицем и плюс вареное филе со вкусными приправками. Вот такой у меня нехитрый обедик на сегодня нарисовался. Кстати, друзья, это очень вкусно и полезно. После обеда я попью очень вкусный чай. У меня здесь чай вместе с травками. Как бы заваркой и шеплю травки. Вот такой у меня будет обедик. Очень даже вкусный и полезный. Очень вкусный и полезный. Кстати, без кусочка хлеба. Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рада вас всех приветствовать на моем канале. Девчоночки мои, милые похудеечки. Сейчас вам только что показала, что у меня сегодня было на обед. У меня была отварная куриная окрутка со специями. И плюс была квашеная капуста. Немного добавила лука и растительного масла. Вот такой у меня был скромненький обед. На завтрак, кстати, у меня была овсяная каша. Извините, не получилось записать. Была овсяная каша и чашка кофе с молоком без сахара. Вот такой у меня был завтрак скромненький. Обед у меня тоже такой скромненький. Но чем богаты, как говорю, тем и рады. На ужин у меня будет овощной салат, капуста, морковка и также немножко, пару кусочков арбурной грудки. У меня осталось с обеда. Вот такой у меня будет ужин. Ну что, мои хорошие, что я вам хочу сказать, что в нашем возрасте вот так питаться, как я сейчас питаюсь, это нецелесообразно. Это неправильно. Вот. Я питаюсь сейчас неправильно, потому что, ну да, у меня сейчас пока нет средств, чтобы мне накупить продукты, все мне необходимые для снижения веса. Еще раз говорю, чем богаты, тем и рады. Главное, чтобы было, что покушать, хоть что-то покушать. Вот. Ну согласитесь, мои дорогие, что кушать, допустим, есть у меня картошка, есть у меня свинина. Я сейчас это не могу. Хотя я могу скушать запеченную картошку. Кстати, покажу вам рецепт. Такой картошки, это по французской диете. Я на такой картошке, картошка, капуста, свежая морковка, я снижала свой вес, когда родила Кирилла. И снизила очень даже хорошо. И плюс, конечно же, я занималась бегом. Я уже это говорила как-то давно в своих видео. И делала зарядку. Вот. Я пришла к хорошему результату. У меня было минус, девочки, вы не поверите, минус почти что 20 килограмм за один месяц. Но тогда я была молодая, здоровая, так как я бывшая гимнастка. Да, девочки, я бывшая гимнастка. Вот. Метила даже в мастера спорта. Но у меня этого не получилось. Но я снижала свой вес именно таким способом, вот именно на моей диете французской. И занималась бегом. И зарядкой, гимнастикой. И вот, да, поэтому я так скинула. Это было очень круто. Это было очень здорово. Но потом мой желудок мне сказал вот так. Так как после этого я испортила просто на месте желудок. И очень долго его лечила. Так что никому не советую так снижать свой вес. Даже тем более молодым девочкам. Это ни к чему хорошему не приведет. Вот. Ну а сегодня я хочу с вами поговорить именно о питании, которое мы с вами должны употреблять ежедневно, чтобы снижать наш вес. Девочки, не смотрите на то, что я сегодня вам показываю такие скудные свои рецепты. Дело в том, что, ну пока у меня не получается, да, вам показать. Я вам уже говорила об этом не раз. Надеюсь, что в следующей неделе все будет по-другому. Я начну все-таки снимать такие видосики. Получим зарплату и буду вам показывать. Но сейчас пока вот, ну, нет мне такой возможности. Я не хочу поправляться. Хочу снижать свой вес и снижаю тем, что недоступно. А доступно то, что мне, я вам показываю. Вот. Только вы не думайте, что я вообще голодаю. Нет, конечно, я не голодаю. Я, если даже приготовила борщ, я готовлю для своей семьи со свинины борщ, да, а для себя просто готовлю. Вот у меня есть куриная грудка, да, я готовлю с куриной грудки и туда добавляю также все остальные ингредиенты, а кроме картошки. Даже один раз готовила с картошкой, потому что, ну, как бы, чтобы было посытнее. Мои хорошие дела в том, что мы с вами гробим себя сами, вот, этими иммунодиетами. В нашем возрасте плюс этого делать нельзя. Девчоночки, я сегодня нашла сайт, где диетолог объясняет, как правильно питаться при климаксе. В нашем возрасте у нас уже наступает климакс, да, и все вот эти иммунодиеты нам с вами просто-напросто не подходят. И как правильно питаться, вот, чтобы похудеть при климаксе, я сегодня вычитала и поняла, что дробное питание – это будет самое лучшее питание. Монодиеты нам с вами никак не подходят. Это однозначно надо их убрать из нашего, как говорится, вообще сознания и подсознания, чтобы даже к ним не возвращаться. И, конечно же, большую часть нашего питания должны составлять, вот я смотрю, большая часть рационного питания должны составлять овощи, но не картошка. Но, кстати, насчет картошки еще раз сейчас вам скажу, что запеченная картошка в духовке, в духовке без соли, с кожурой, вот, это очень даже хорошо помогает снижать вес. Не верите – проверьте на себе. Я испытала это еще в молодости, и сейчас я также это практикую. Практиковала в 53 года, когда снижала свой вес, и сейчас я также вот буквально вчера сделала себе пару картошин, развязала их на две части, вот, и у меня получилось 4 половиночки, и я их с удовольствием скушала с овощным салатом. Так что, девчоночки, от картошки совсем не отказывайтесь. Здесь крахмал также нам с вами нужен в нашем организме, как и другие составляющие. Также здесь пишут, что в сезон огурцов, кабачков, но это, девочки, все по лету, баклажанов, то это, конечно, нам с вами необходимо, да, вот все эти овощи, они богаты клетчаткой, минеральными веществами, калием, магнием, отлично удаляют голод, и, конечно же, советуют, чтобы не жарить, все это дело запекать. Мы с вами это все давно уже прекрасно знаем, что я знаю, что вы это знаете. Это просто, как говорится, пройденный этап, мы с вами все повторяем, и опять же мы с вами натыкаемся на те же самые грабли, когда после снижения веса, сидя на правильном питании, на тех продуктов, которые положены нам с вами, в нашем рационе, мы с вами опять начинаем кушать все подряд и набирать лишний вес. Я это все прошла, и вот на своем горьком опыте хочу вам сказать, что сейчас я вот так же сбрасываю до вес, и уже у меня совершенно другие понятия по всему этому рациону питания. Девочки, у меня здесь чай налит, я сейчас немножко чай попью. Мне очень горько от того, что я раньше этого не осознавала, и все принимала, как говорится, ну, пусть так как будет, так оно и будет, но все-таки это была моя ошибка. Я хочу сказать, что чтобы оставаться в форме в возрасте плюс после, допустим, снижения веса, то не надо быть, как говорится, сильно таким умным и грамотным диетологом. Надо просто следовать тем принципам, которые нам с вами всем доступны. Это, во-первых, не переедание, а, во-вторых, занятия спортом. Или хотя бы, знаете, максимальная движока, которая у нас с вами происходит в течение дня. Откажитесь от общественного транспорта, от машины, и передвигайтесь просто, например, пешком. Я заметила, что когда я стала больше ходить, то мой вес стал больше снижаться. Я считаю, что это неплохо. Пусть я не прохожу, девчоночки, 10 тысяч шагов, но я так же и не сижу, как говорится, на попе, да? И вот я решила здесь у нас по нашей станице ходить ежедневно пешком. У меня это не всегда получается, но большую часть времени я отдаю именно вот таким своим занятиям, спортом, ходьбе. Я хожу, хожу и дальше буду ходить. Как говорится, что для здоровья, что для снижения веса хорошо, то я буду это и делать, буду этим заниматься. Ну вот как-то так, мои хорошие. Если соблюдать правильное питание, правильный режим, зарядку, и тогда будет просто все прекрасно. Мои хорошие девочки, я прекрасно понимаю, что при менопаузе женщина может оставаться молодой и красивой. если следовать небольшим таким правилам. Ну, во-первых, следить за своим питанием, заниматься спортом и любить себя в любом возрасте. И тогда все будет прекрасно. Я надеюсь, что у вас все получится. И у меня так же все-все-все получится. Завтра, кстати, девочки, я покажу вам комплекс процедур ухода за шеей и зоной. Мои хорошие, надеюсь, что эти рекомендации, что я вам советую, вам помогают и будут помогать. И вы будете далее за собой ухаживать, следить и будете выглядеть молодо и красиво долгие-долгие годы. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Всех вас очень люблю и желаю вам всех благ. С вами была ваша Елена. Всем пока-пока. А завтра вновь увидимся. Кстати, мои дорогие, хочу вам сказать, что у меня последние два дня видео грузятся очень-очень долго. Вот буквально вчерашнее видео я стала загружать на YouTube примерно в три часа дня и оно у меня вышло уже глубокой ночью на YouTube. Так что простите меня, вот такой у нас интернет нехороший. Всем желаю прекрасного настроения и легкого снижения веса. С вами ваша Елена.